Не только церковь, но и музеи тоже хотели бы многое вернуть. Но, к примеру, в Шереметьевском дворце понимают, к какому хаосу привезет требование к Эрмитажу отдать им убранство белой гостиной. Ее как раз готовят к реставрации. Когда-то зала выглядела вот так и сохраняла свой вид до 30-х годов, пока здесь был музей дворянского быта. Потом произошло перераспределение экспонатов. В покое Шереметьевых въехали научные сотрудники Института Арктики и Антарктики, оставив после себя уже музей советского быта с масляной краской на стенах. В этом году гостиной вернут былой парадный вид. Здесь был очень красивый плафон потолка. И он будет частично расписан и позолочен заново. Затем здесь стены будут обиты белым штофом. Уже четверть века во дворце на Фонтанке располагается музей театрального и музыкального искусства. Новая экспозиция в белой гостиной после окончания реставрации будет посвящена коллекции российских императоров. Ее начал собирать Александр Третий. Он прекрасно играл на духовых. Может быть, Петр Первый, Петр Алексеевич, вот не досуг был. Поэтому у нас есть только его барабаны, в которые он, значит, лупил. А вообще, допустим, Петр Третий, Петр Второй, я не говорю, что Александр, первое рафинированное существо, да, со своей коллекцией флейт.